Открыли огонь на поражение сегодня ночью полицейские в набережных Челнах. Вооруженный ножом мужчина не реагировал на призывы успокоиться и сдаться, и не обращая внимания на предупредительные выстрелы, пытался напасть на стражи порядка. Последних вызвали жильцы подъезда, в котором мужчина разбил все окна, а после пытался поджечь автомобиль. Ляйсан Сабирова с подробностями. Римма Тюскова убирает мелкие осколки разбитого стекла, последствия ночного погрома, который устроил ее сын. Женщина опасается, что стоимость испорченного имущества придется возмещать ей. А пенсия маленькая. Накануне вечером она ушла к сестре. Боялась оставаться наедине с сыном. Тихо. А вчера, позавчера, временами буйный был. Он раньше лежал в психбольнице. Потом в наркологическом я его закрыла. Не поняла я его, что он чем занимается. Или травку курил, или чего. Очевидцы говорят, что 36-летний мужчина в полночь схватил табуретку и перебил все окна в подъезде с первого по пятый этажи. Напуганные соседи вызвали полицейских. Был в неадекватном состоянии. Людей не признавал. То есть не видел, не узнавал никого. То есть мозги у него заклинило. Все. Следствие считает, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Когда прибыли полицейские, он сидел перед домом на той самой табуретке и пытался поджечь припаркованный автомобиль. Мужчина повел себя агрессивно. Вытащил из полиэтиленового пакета большой кухонный нож. Длинный кухонный нож. И начал нападать на полицейских. Старший наряд достал табельное оружие. Предупредил, что он будет стрелять. В результате один из полицейских произвел 4 предубедительных выстрела. Однако мужчина так и не остановился. После чего он дважды выстрелил ему в ногу. После этого подозреваемый был задержан. Сейчас подозреваемый находится в больнице. Если вина мужчины в покушении на применение насилия в отношении представителя власти будет доказана, то ему грозит до 10 лет лишения свободы. Левисан Сабирова, Эльмира Гайнудинова, Ландыш Капранова, Дмитрий Кравченко, Вызов 112.